Где Перс? Он знал, что я сегодня буду здесь. Он не прилетел. Его говорит его мужеско о этом. Где он? Так, одно обращение к этому неудачнику. Перс, ты где? Ты же знаешь, где я тренируюсь. Где я тебя жду? Это Ильяс Якубов. Он вызвал моего брата на бой. В то время, как Ильяс Якубов, недовольный судейским решением, неустанно высказывается о своей украденной победе над Артемом Роффалем, старший брат Перса Али Хайбати решил вызвать его на бой. Всем добрый вечер, ребята. Я уже 10 килограмм сбросил. Даже стыдно сказать, сколько я весил. Ладно. Так, одно обращение к этому неудачнику, который недавно на нашем деле проиграл пацану, который, ну, 20 килограмм легче его. Это Ильяс Якубов. Он вызвал моего брата на бой. Так, Якубов, ты не на уровне моего брата. Я принимаю бой с тобой. Так что, Артур, давай, затащи его в клетку. И я еще раз ему дам такое одно сочное поражение. Так что, если меня выиграешь, потом можешь думать о боях с моим братом. Короче, давайте, жду. Интересно и неожиданно, со стороны Али, который еще совсем недавно собирался уходить из поп-ммэ, теперь решил туда влиться с головой. И тут старший Хайбати решил пойти по готовой схеме Якубова. Ильяс также обещал Артему Роффу любой с Шовхалом Чурчаевым в случае, если он примет с ним поединок по ММА. Команда Убаргов приняла решение идти в контрнаступление. Брат и менеджер Шовхала Шамиль Чурчаев заявил, что его подопечный готов подраться с Али и Артемом в один вечер. Дмитрий Чурчаев, приветствую вас, здравоохранитель. Да, но после честного обращения Али Хайбати к Ильясу Якубову, называю его там неудачниками и тому подобное. Знаете, даже если это будет громкое заявление, я не в обиду никому из этих ребят, но я хочу сказать. «Артур, наше дело, пусть тот же Али и тот же Артем Роффаль вдвоем выйдут по очереди в один вечер против Ильяса Якубова». «Ой, мама, и вот тогда, и вот тогда мы его увидим и узнаем все. Просто вот я на полном серьезе говорю, вот пусть они вдвоем выйдут в один вечер против Ильяса Якубова. Сделай это, я уверен, это всем понравится. И заодно мы проверим дух того самого Али Хайбати и насколько он удачник, неудачник, и насколько он духовит и тому подобное. Погнали!» На другом фронте Мухаммед Хайбати обратился к своему главному антагонисту, намереваясь уже раз и навсегда закрыть их давний конфликт. «Дату боя, и я покажу тебе персидский дух и навсегда тебя успокою», написал Перс в своих социальных сетях. Осталось дело за малым, только Шофхау находится в Таиланде, и если верить его словам, раньше 2023 года его ждать не стоит. Что же касается Али Хайбати, ну тут откровенный мисс-матч. Едва ли кто ему даст шанс в бою против профессионального и достаточно опытного бойца в лице Ильяса Якубова. Да и честно, в этот поединок я не особо-то и верю. А как считаете вы, состоится ли этот бой и каковы шансы Али в противостоянии с Якубовым? Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Субтитры сделал DimaTorzok